Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи нас, Сергий, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 декабря. Житие святого Григория, архиепископа Амиритского. Святой Григорий первоначально подвязался в городе Медиалане, где по божественному избранию светил на свящнице церковного служения в Чине Диаконском. Впоследствии другие города и села имели его проповедником имени Христовой и искоренителем идольской лести. Григорий был сыном благочестивых родителей Агапия и Феодотии, воспитан в благочестии и страхе Божьем, и от юности исполненный благодатью Божией, был чудотворцем и целителем. Господь приуготовлял его для служения Сане Архиерейскому, о чем он возвещал ему через откровения и прозорливых отцов. Когда Григорий пришел в Медиалан к одному отшельнику, то тот предсказал ему все будущее, ибо был прозорлив. Он предвидел самый приход к себе Григорий, когда тот был еще за тридцать поприщ от него, о чем отшельник и сказал своему слуге. Поприще – это мера расстояния, она равнялась, к примеру, нашим 690 сожжениям. Тридцать поприщ составляет расстояние приблизительно в 41 версту. Был там еще другой старец – схимник, для Бога, удалившийся от мира и живший в горах. Схимник – это монах, восприявший схиму. Схима – слово греческое, означает образ, вид, сан. Схима называется «высшая ступень монашества», соединенная с новыми, сражающими обетами самоотвержения и служения Христу. Есть совершеннейшее отчуждение от мира. Большее желание разрешиться и со Христом быть. Григорий, узнав о старце, пошел к нему. Когда он приближался к горе, где жил сей старец, то увидел огненный столб в воздухе и от страха упал на землю. Затем, ободрившись, встал и пошел посмотреть, что это за огненное видение. Издали ему казался пламень, но когда он подошел ближе, то увидел отшельника, идущего к нему, который, приблизившись, поцеловал его и назвал Григорием, хотя никогда и не был с ним знаком. Григорий жил у этого великого старца два дня, и здесь сподобился дивных видений. В полночь он видел этого богоносного мужа, простиравшего в молитве руки, поднявшегося от земли и стоявшего в воздухе. Григорий дивился этому видению. Старец же утром, призвав его к себе, ихим и кротким голосом сказал, «Иди, друг и брат, и выслушай, что я поведаю тебе, для того ты и пришел ко мне, чтобы узнать все, что мне открыто о тебе. Ты увидишь Рим, помолишься церкви святого мученика Ванифатия и Аглаиды, и оттуда тебе должно отплыть в Александрию, затем в Этиопии проповедовать слово истины и прийти в Америйский город Награн, который завоеван Америйским царем Дунааном, и нуждается в проповедовании апостольского учения. Там, совершив великие и славные дела, умрешь и переселишься в обители праведных. Однако много трудов ты должен будешь принять от живущих в Америте непокорных иудеев, и многих из них обратишь к Богу, имея Его благим помощником, умудряющим и наставляющим тебя. Там же, патриархом Александрийским, ты будешь рукоположен в архиерейский сан. Услышав это, блаженный Григорий стал говорить, что он не достоин того, что предсказывает ему старец, и пожелал еще остаться у отшельника. Прозорливый муж рассказал Григории то явление, которое видел сам Григорий. Он видел верховных апостолов Петра и Павла, возложивших амафор на ромина Григория, что предзнаменовывало благодать архиерейства, которую должен будет получить Григорий. Много дивился блаженный Григорий этой дивной прозорливости старца, от которого не скрылось и то, что он сам видел наедине, и сказал, «Слава Богу, действующему так влюбящих его, да будет воля Господня». Через два дня старец отпустил его от себя, с любовью облабызал его, и Григорий ушел, жалея о разлуке с таким божественным мужем, горя к нему пламенем любви и постоянно вспоминая о нем. Григорий пришел оттуда прежде всего в Карфаген, и долгое время жил там, проповедуя Слово Божие, и исцеляя всякие болезни. Затем, по Божьему повелению, отправился он в Рим и помолился в храме святого мученика Манифати и Аглаиды. Когда он пришел к гробу святого апостола Петра и со слезами упал на землю, то ему было видение. Перед ним виднелись отверстие небесные двери, и сиял необыкновенный свет. И вот святой апостол Петр, имея в правой руке ключ, вышел из небесных дверей, направился к нему с великою славой и сияющим лицом, и сказал, глядя на него светлым взором, «Я пришел сюда, чадо Григорий, по милости Господней. Прежде же этого, с прочими апостолами, я был в награни Америцком городе, предстояв страждущим за Господа нашего Иисуса Христа от Дунаана Жидовина и укрепляя каждого из них в благочестии. При Божьей помощи все они воспротивились воле законопреступного еврея, твердо подвязались в благочестии, пострадали за истину, и теперь находятся на небесах с отцами, которые сподобились бессмертной чести. Я пришел сюда посетить этот город. Павел же брат, поборник церквей, расстался со мной в Иерусалиме и ушел в Персию. Ты же, чадо, проходя добрый путь, постарайся угодить Господу, постоянно получаясь в законе Его, зная, что жизнь и красота этого мира проходят подобно сну и тени. Ты будешь блаженным, если так, как начал, совершив свой путь, ходя по воле Господней. Ты многих приведешь к страху Божию. Вот уже готовится тебе престол на небесах от самого владыки, и ты получишь воздаяние вместе с нами. Сказав это, апостол отошел, и видение окончилось. Григорий, придя в себя, опять упал на землю, называя себя окаянным и грешником. После долгой молитвы он ушел в свое жилище. И в эту ночь во сне увидел святого апостола Павла, подающего ему сосуд с елеем. Это было предзнаменованием предназначенной ему благодати священства и архиерейства. Григорий во сне взял этот елей из апостольских рук, тотчас проснулся, обрадовался и запел. «Отрыгну сердце мое слово благое». Ибо Бог помазал меня элеем радованием. После сего он вышел из Рима и пошел в Александрию, постоянно обращаясь сердцем к Богу, все более и более совершенствуясь в добродетелях и исполняясь божественной премудрости и разума и божественных великих дарований. В то время, когда царствовали благочестивые цари, в Греции и Устин, это византийский император, 518-527 год, а в Эфиопии, или Звой, Дунаан, царствовавший в америйской стране, воздвиг гонений на христиан и старался истребить из своего царства самое имя Христово. Он хитростью овладел славным городом Награном, где были верующие во Христа и погубил бесчисленное множество христиан. Одних сжег на огне, других усек мечом, а благочестивого князя Арефу со знатнейшими гражданами убил. Услыхав об этом, благочестивые цари Иустины и Елизвой весьма сожалели о неповинно пролитой крови христиан. Иустин написал к Елизвое, уговаривая его идти войною против нечестивого Дунаана, чтобы отомстить за невинно пролитую кровь. Достохвальный царь Елизвой, исполнившись ревности, собрал все свое войско и пошел войною на нечестивого царя Дунаана. Во время этой великой войны Елизвой при помощи Божией разбил полки Дунаана и все его войско уничтожил в конец, а его самого с родственниками усек мечом. Овладев царством Дунаана, Елизвой стал ревностно очищать его от еврейских языческих заблуждений, распространяя в нем славу имени Господа нашего Иисуса Христа. Многие из евреев и находившихся в амирицких язычников пожелали креститься, но у них не было ни епископа, ни священника, ни диакона, ни одного клирика, потому что весь церковный чин и иерархии был истреблен Дунааном. Тогда блаженный Елизвой обратился с просьбой к Александрийскому патриарху. Подробно рассказав ему о том, как Бог помог восстановить христианство в амирицкой стране, царь умолял, что патриарх выбрал мужа умного, добродетельного, знающего священное писание и рукоположил его воепископа, прислал к ним в амирицкую область со всем необходимым для церкви. Когда это послание пришло в Александрию, то патриарх со всеми христианами возрадовался Божьей помощи, постной, свыше христианам против нечестивых и начал тщательно искать достойного человека, чтобы посвятить его воепископа, скорее послать к Елизвою. Много мужей было приводимо к патриарху, но ни один из них не показался ему достойным святительского сана. Тогда патриарх ночью обратился с пламенной молитвой к Богу, чтобы сам Господь выбрал и указал ему человека, достойного проходить такое служение. Во время молитвы явился патриарху в видении святой апостол Марк, повелевая ему найти диакона Григория, недавно пришедшего в Александрию и проживающего у некоего Леонтия, посвятить его воепископа и послать к Елизвою, так как именно для этого Господь и привел Григория сюда. Утром патриарх свящая же послал разыскать дом Леонтия и, нашедший его, призвал к себе жившего там Григория и расспросил его, кто он и откуда. Потом патриарх рассказал ему о своем видении, сообщив о нужде церкви, стал побуждать его принять святительский сан. Григорий же, вспомнив слова отшельника, который в Медиалане предсказал ему, как он воспримет сан-архиепископа через рукоположение Александрийского патриарха, прослезился и сказал, да будет воля Господня, делай, владыка, как хочешь, по повелению Господнему. Патриарх тотчас посвятил Григория сан-пресвитера, а затем рукоположил и в архиепископа. При этом произошло дивное чудо, во время службы сделалось световидным, как огонь, светясь благодатью Святого Духа. От одежки же его исходил дым благовонного мира и аромат, который своим благуханием наполнил весь храм. Это происходило в подложении всей службы. Глаза сверху стремлялись на святого Григория и все дивились такому чуду. Видели это и послы Елизгоя, удивляясь ему, и после передали о всем виденном царю. После рукоположения духовной беседы с патриаршем, святой Григорий был отпущен с послами Елизгоя, имея с собой подобающий сану клиру, клир и все необходимое для устроения церкви. Скоро они достигли Эфиопии, а затем и Америтской страны. Царь Елизвой весьма обрадовался приходу Григория, а еще более, когда узнал, что Григорий был избран божественным откровением и что благодать Святого Духа чудесно проявилась на нем во время хератонии рукоположения. Он встретил Григория с большой честью, любезно принял его и отдал всю область в его распоряжение. Обходя с Григорием города в Америтской стране, царь строил новые храмы, украшал гробницы святых мучеников, убитых за Христа нечестивым Дунааном и приводил неверных к окрещению. В городе на грани Ерезвой поставил князем сына мученика Арефы и построил там великолепный храм в честь воскресения Христова. Другой храм в честь Пречистой Богородицы, третьего имя святого мученика Арефы и пострадавших с ним недалеко от этого дома, где некогда жил святой мученик. И в других городах построено было много церквей, которые Григорий сам освящал и поставлял сюда пресвитеров и диаконов, вручая им добрую паству овец Христовых. Блаженный царь Ерезвой почти тридцать шесть месяцев после смерти Дунаана оставался в Америцкой земле и все добре здесь устроив, пожелал возвратиться на свой престол в Ефиопскую страну. Созвав со святым Григорием всех вельмож, князей, бояр, советников, он стал советоваться с ними, какого бы мужа благоверного, разумного, кроткого и богобоязненного избрать и помазать на Америцкое царство. Все советники отвечали царю, кого ты знаешь и кого тебе Бог откроет, того и поставь, так как у нас нет ни одного подобного тебе разумом и достойного царства венца. Тогда царь, обратившись к архиепископу, сказал, это дело твое, честный отец и наш учитель, вот перед твоим лицом все князья, вельможи, воины, малые и большие, кого ты хочешь, призови и во имя Господа нашего Иисуса Христа помашь на царство. Мы же все пришедшие из Эфиопии, если Бог благоволит, желали бы возвратиться к себе. И твой архиепископ отвечал, хорошо ты предусмотрел благочестивый царь, как твое сердце находится во власти Божией, так и слово твое дано тебе от Бога. Хорошо всегда всяком деле сначала вопрошать Отца Небесного, который на небе, и как Он велит, так и делать. Сказав это, блаженный встал со своего места, немного отошел от них, и обратясь на восток, опустился на колено. Возведя глаза и ум на небо, и воздев руки к верху, он усердно и долго молился, чтобы Бог, знающий жизни и мысли каждого, указал им достойного на царство мужа. Во время молитвы архиепископа вдруг невидимая сила Господня подняла на воздух некоего мужа по имени Авраамия и поставила его перед царем Елизвоем. Все с ужасом долго восклицали «Господи, помилуй!» Архиепископ же сказал «Вот, кого вы требовали помазать на царство, его и оставьте здесь с царем. Мы будем с ним единомыслены и Бог нам поможет во всем». И велика радость была у всех о таком Божьем усмотрении. После этого царь Елизвой взял явленного Богом мужа Авраамия, повел его в храм Пресвятой Троицы, который находился в царствующем городе Афаре, надел на него царскую парфиру и возложил на главу Иудеадему. Затем святым Григорием было совершено над ним помазание и принесена за царей и всех людей. И оба царя причастились божественных тайн из рук архиепископа. По окончании торжества все присутствующие воспитали «Многое лето Елизвою царю Эфиопскому и Авраамию христолюбивому царю Амирицкому многое лето». И снова обоим вместе повторили «Елизвою и Авраамию благочестивым и боголюбивым царям многое лето». И пели многолетие по три раза. Потом все возгласили «Григорию святейшему архиепископу нашему наставнику и учителю мирное здравное и многое лето всему христианскому воинству и всем верующим людям многие лето». Затем войдя в царские палаты все веселились и пировали радуясь о господи боге спасителе своем и о благочестивых царях своих. Елизвой оставался еще тридцать дней в Амиридской земле паучая и наставляя нового царя благочестиво и справедливо устроять и управлять царством и во всем слушаться святейшего архиепископа Григория своего отца духовного. Избрав из эфиопского войска 15 тысяч храбрых мужей Елизвой оставил их новому царю для помощи и защиты царства и возвратился в Эфиопию. Здесь спустя немного времени оставив свое земное царство он удалился в пустыню где близ одного монастыря затворился в темной келье и не выходил из нее до самой смерти принимая пищу через окно от живущих там монахов и еще долго пожив суровой жизнью подвижника отошел царство небесное. Контина Блаженного Елизвоя царя Эфиопская последовала около 553-555 года. Столь знатный и богатый царь такой оставил всем пример смирения и добровольной нищеты. По его смерти был рассказан монахом и такой случай. Один юный брат посылаем из монастыря на послушание часто заходил в корчевню где упивая свином впадал в грех нечистой плотской страсти. И вот однажды совершив обычный грех и возвращаясь через пустыню в монастырь он зашел в непроходимое место и здесь устремился на него большой змей чтобы ужалить. Инок бросился бежать и уклонялся туда и сюда желая избавиться от змея но змей быстро настигал его. Когда же инок наконец был так стеснен что уже бежать было некуда змей устремился чтобы пожрать его. Но тут инок вспомнив о блаженном царе Елизвоя обратился к змее и сказал молитвами праведного и святейшего Елизвоя отойди от меня. Змей как бы устыдившись святого имени Елизвоя остановился и божьим повелением получив человеческий голос сказал иноку как я могу тебя пощадить когда ангел божий явился мне и повелел съесть тебя за твою нечистоту и грехи так как ты дав обет работать Господу в чистоте оскверняешь грехом свое тело и тем прогневляешь святого духа инок услышав змея говорившего человеческим голосом и обличавшего его дела оставался безмолвным трепещая исклятво и умоляя змея пощадить его змей сказал ему зачем ты заклинаешь меня ты сам прежде поклянись мне что больше не исполнишь своего плоткового желания и тогда я оставлю тебя инок стал клясться говоря клянусь богом живущим на небе и молитвами честного царя или звоя что не прогневаю больше господа моего которого ныне я прогневал плотской нечистотою как только инок произнес это внезапно огонь упал с неба и попалил перед ним змея объятый страхом и трепетом пошел инок в свой монастырь и уже больше не грешил но окончил свою жизнь чистом покаяния во время царства неблагочестивого царя Авраами архиепископ Григорий поставил во многих городах епископов мужей ученых и красновечивых посоветовал царю чтобы тот иудеям и язычникам находившимся в его стране повелевал креститься или в противном случае предавал их смертной казни по изданию царского повеления об этом множество евреев и язычников с женами и чадами из боязни смерти стали приступать к святому крещению тогда старейшие искусственные в законе евреи собравшись ото всех городов составили тайное собрание совещаясь что им предпринять и рассуждали между собою если мы не крестимся то по приказанию царя будем убиты и мы и наши жены и дети одни из них говорили чтобы не умереть нам преждевременной смертью исполним волю царскую но втайне будем держать веры нашей другие же советовали нелицемерно но явно держать своего еврейского закона чтобы избежать человеческой руки как говорили они не впасть в руки от мстителя бога еще хуже не погибнуть некоторые возражали мы видим что бог наш не требует нас к этому подвигу ибо благочестиво царя нашего Дунаана и все войско его он предал в руки или збоя а что нам делать мы не знаем иные говорили если мы желаем и сохранить наш закон и остаться невредимыми то уйдем тайно по одному из этой страны каждый взявши свое дабы с телом не погибнуть и своей души не погубить другие возражали если мы пожелаем убежать то нас уведят христиане и смертью погубят и все недоумевали что им делать был уже среди них один мудрейший законоучитель по имени Ерван знавший весь ветхий завет и весьма красноречивый он сказал им все вы напрасно говорите и тем что вы предлагаете нельзя воспользоваться если вы желаете послушать меня то пойдемте вместе со мной к царю и архиепископу Григорию и скажем чтобы они назначили от себя учителей каких хотят без состязания с нами в вере и законе если они одолеют нас то мы добровольно сделаемся христианами если же будут обличены в своих заблуждениях то сами увидят что несправедливо побуждают нас отступить от нашего закона испытаем их и узнаем какова их вера если истинная то уверуем что мессия уже пришел а мы того не знали если же окажется ложная их вера то нам станет ясно что мы умираем для Бога и с усердием примем смерть когда Ярван это произнес то все убоялись и сказали мы видим что ты помогаешь христианам разве ты не знаешь что наша вера истинная как мы оставим ее Ярван отвечал ни одного лукавого слова я не сказал вам братья но знайте что так или иначе вы принуждены будете креститься если вы не послушаете меня то я невиновен буду перед каждым из вас так как если не испытаете через прение веру их то все же вы должны будете принять ее без испытания и поступите так как они велят если же вы не примете их веры то они убьют вас все услыхав это послушались Ярвана и написав прошение отослали его царю царь прочитав его сильно разгневался и уже хотел всех их предать смерти но удержался не желая ничего предпринимать без совета Григория которому я отдал прошение блаженный прочитав его сказал хорошо и похвально говорят иудеи что лучше веровать добровольно по убеждению чем насильно остав их царь пусть они сначала поспорят с нами а потом как хочешь так и поступай с ними царь соизволил на совет святителя евреям дано было на приготовление к прене сорок дней чтобы они нашли у себя учителей каких пожелает и без боязни приходили на прение по истечении срока собралось бесчисленное множество евреев имея с собой немало мудрейших раввинов иудейских учителей сведущих в законе и приготовившихся к прению прение о вере состоялось в столичном городе Афаре присутствии царя со всем его синквитом архиепископа со всем церковным клиром и многочисленного христианского народа пришедшего послушать прение на него явились и евреи со своими книжниками учеными и учителями иудеи поставили перед епископом Гервана как главного оратора хорошо знающего закон и пророческие книги искусственной философии когда по данному знаку наступило молчание началось собеседование и прение между архиепископом и Герваном сущность прения была такова после долгого молчания во время которого все приготовились внимать беседе святой архиепископ Григорий начал говорить мудрому еврейскому учителю Гервану и всему их собранию так когда прошла ночь воссияло солнце правды зачем вы притираетесь противясь его свету и не веруя в него Герван сказал если солнце правдово сияло и мы противимся как ты говоришь свету его веруя в истинного бога то тем более вы как язычники содержащие чуждое учение противитесь свету правду укоряя божественный закон данный нам от но чье мы создание или творение и творение Герван отвечал явно что божие создание и творение архиепископ сказал если же мы как и вы творение божие то какое же большее превосходство приобрели вы чем мы Герван возразил то которое имеем сравнительно с египтянами хорошо что ты вспомнил о египтянах, отвечал архиепископ, покажи же свое превосходство перед ними. Ерван сказал, разве ты не читал о великих чудесах в египетской земле, в черном море, в пустыне, которое Бог творил через Моисея по выходе Израиля, потопил египтян, а Израиля спас? Архиепископ отвечал, никакого нет различия между вами и египтянами, ибо их Бог потопил в море, а вас за вашу злобу погубил на земле. Перейдя в черное море, как посуху, вы потонули в пристани, страданиях, окончив жизнь в пустыне, ибо больше, чем из шестисот тысяч людей, только двое, халевый Иисус, на вину достоились видеть обетованную землю. Чем же вас Бог почтил перед египтянами? Ерван спросил, а кому послал Бог в пустыне Манну? Архиепископ сказал, а тебе что лучше кажется, мясо, которое вы ели в Египте, или Манна постная в пустыне? Ерван отвечал, ясно, что Манна лучше. Архиепископ возразил, зачем же вы обратились с мыслью назад, пожелавшись свиного мяса в котлах и чесночного лука и всякой египетской пищи, а Манну возненавидели? После этого началось премия Пресвятой Троицы. Ерван говорил, каким образом христиане исповедуют трех богов, Отца, Сына и Святого Духа, когда Бог сказал, присыная, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь Единый, и кроме Его нет иного Бога. Противно закону, следовательно, поступают христиане, почитая не единого Бога, а трех. Архиепископ, возражая, говорил, что единого Бога мы почитаем Творца всех, только в трех лицах, Отца, Сына и Святого Духа, во едином же Божестве. И в доказательство приводил эти слова Давида. Словом Господнем небеса утверждены, и Духом Усть Его вся сила Его. Смысл этого изречения изъяснял Григорий таковой. Господь есть Бога Отец, Слово Его есть Бог Сын, Дух Усть Его есть Бог Дух Святой. Так открываются три божественные лица. Божество же едино, ибо Сын и Дух соестественен, собезначален, сопресносущен и сопрестолен Отцу. Также о кресте и смерти Господа приводили святым Григорием против евреев, и отхозаветнее писание, пророчество и предсказание, как то. И будет жизнь твоя, вестящая перед очами твоими. Придите, и вложим древо в хлеб его. Иеремия 11, 19. И о том, что ковчег Ноя был прообразом креста, осадиса века, в котором Агнис заменил при жертвоприношении Исаака, о жезле Иосифа, наконец, коего поклонился Яков, о крестообразном благословении Яковом сыновей Иосифа, о жезле Моисея, разделившем море, о поднятии рук вверх Моисеем для победы над Амаликитянами, о медном змее, змее, повешенном в пустыне, о древе, усладившем горькие воды в Мерре, и многие другие таинственные предсказания, находящиеся в законе. И продолжалось прение до вечера. Каждая из обеих сторон сильно спорила, и одна другой давала возражение. Однако победителем во всех рассуждениях явился архиепископ, потому что через него говорил Святой Дух, как сказано в Писании. Не вы будете говорить, но Дух Отца будет говорить в вас. Так как настал вечер, а прение еще не окончилось, то царь встал со своего седалища, так же и архиепископ, и собрание разошлось, отложив беседу до утра. Евреи же окружили Ярвана, радуясь, обнимая и целуя его, восхваляя за то, что он достаточно сильно возражал против христиан. На это Ярван говорил им, молитесь, чтобы истинный Бог помог нам, так как вы сами видите, какой архиепископ хитрый человек, и как трудно одолеть его. Они же ободряли его, чтобы он без боязни смело говорил с ним. Утром снова собралось собрание, и когда царь и архиепископ явились, и пришли также и евреи с Ярваном, тогда вновь началось прение. Но ни в тот день, ни в третий, ни в четвертый, ни даже в пятый прение не было окончено. Во все эти дни на прениях присутствовал царь со всем синклитом, с удовольствием слушая говорящих и радуясь о Богом дарованных премудрости и разуме святейшего архиепископа своего. И действительно, было что слушать и о чем помнить, когда толковались многие пророческие изречения и изъяснялись многие таинственные места Писания. В беседе воплощения Иисуса Христа и о Пречистой Деве архиепископам приводились слова порока Исаии «Сидева во чреве зачнет и родит сына». На возражение Ярвана, что Мария родила только простого человека, а не Бога, архиепископ отвечал такими словами «И наречешь имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Ярван говорил, «Как женское чрево вместило страшное величие божества». А архиепископ отвечал, «Так же, как жилище Авраама вместило Бога под Мамбрийским дубом, когда он пришел вкусить с Авраамом». Ярван возразил, «Как же огонь божества не сожег женское тело». Архиепископ отвечал, «Как огонь не сожег купины в Синае, так и божество не повредило девственные утробы. Дева родила и девою прибыла». Ярван возразил, «Рождение девы было призрачное, а не на самом деле, потому что невозможно, чтобы при рождении не повредить все утробы, и ясно для всех, что это неверно». Архиепископ отвечал, «В то время, когда вакуум вошел к Даниилу Львинов, а двери рва были заперты и запечатаны печати, скажи мне, как он вошел и вышел, не отворив дверей и не повредив печати?» По окончании прения на третий день Ярван покушался бежать, но прочие евреи удерживали его, говоря, «Если ты оставишь нас, мы все погибнем. Останься еще, всячески возражая, неужели Бог не поможет нам? Если же мы и будем побеждены в прении, то имеем другие способы сопротивления, в которых нас не смогут победить». Когда Ярван начал во время прения укорять христиан в том, что они поклоняются иконам, и стал называть иконы идолами, окланяющихся им идолопоклонниками и противниками Божьего закона, и говорил, что Бог заповедовал не делать кумиров и всякие подобия, тогда архиепископ спросил его, «Когда в одни Ноя был потоп, каким образом он спасся?» Ярван отвечал, «Ковчегом, сделанным из дерева». Архиепископ возразил, «Мог ли Бог без ковчега спасти Ноя от потопа или не мог? Как ты думаешь?» Ярван отвечал, «Думаю, что мог, потому что сказано, что у Бога все возможно». Архиепископ возразил, «А если Бог мог, то зачем же потребовался ковчег для спасения праведного? Не следует ли из этого, чтобы Ной за свое спасение принес благодарение ковчегу, а не Богу?» Ярван отвечал, «Нет, подобает воздавать хвалу Богу, а не бездушному творению». Архиепископ сказал, «Однако ты веруешь, что бездушным творением, ковчегом, устроил Бог спасение Ноя. Так и нам Бог не спосылает через эти видимые иконы благодать Твою, ибо хотя они и бездушны, однако назначены для нашего спасения. Взирая на иконы, мы возносимся умом к первообразу и подъемлемся на Богу угодную ревность. Изображаем же мы не идола, а Господа Иисуса Христа по человечеству, а не по божеству, которое неописуемо. И как Ноя в своем спасении в ковчеге принес благодарение Богу, создав жертвенник, так и мы благодарим Христа Бога, написуя образ Его, чтобы плотским созерцанием Его избавляться от мысленного потопа. Мы как бы другим ковчегом признаем Его человечество, через которое Он понес наши грехи и, осветив нас своим божеством, вознес на небо. Того, кто был зрим телесными очами, мы пишем красками, изображая причистое подобие Его человечества, и под видом телесного подобия поклоняемся вместе и божеству Его, и почитаем в нем подобающим поклонением равно Отца и Святого Духа. Ерван же, продолжая хулить святые иконы, говорил, «Удивляясь я вашим христианским басням, гласящим, что Бог посылает свою благодать иконам, написанным на стенах и досках, никогда не ходившим и не говорившим, архиепископ в опровержение спросил, «Скажи мне, Ерван, зачем Бог дал милости Илии свою благодать, которую не дал Елисею и предпочел бездушную милость живому пророку? Так как пророк не мог сам перейти через Иордан, но разделил воды милостью и прошел посоху. И какого чуда не мог совершить Елисей, то могла сделать бездушная милость. Почему же Моисею, совершавшему чудеса в египетской земле, на его жезлу, не Моисею, но жезлу, Бог даровал чудодейственную силу и превратил им воду в кровь, разделив море, совершил другие, многие страшные и славные чудеса? Кроме того, Скиния, Ковчег Завета, Золотая Стамна с Манной, Скрижали и Жезла Аронов, Жертвенник, Кадильница и Семисвечник, все они не имели ли Божьей благодати, хотя и были мертвыми, сделанными из видимых и осязаемых вещей человеческими руками. Однако осеняемы были Божьи славы, наполняемы и окружаемы облаком, и недоступны были никому, кроме священников и левитов, и никто не мог касаться их, так как они были божественны и святы. Если же так было в Ветхом Завете, то зачем удивляться в Новом Завете благодати, подаваемой святым иконам? Ярван снова возразил, «В псалмах сказано, идолы язычников серебро и золото, дела рук человеческих, поэтому иконы ваши суть идолы, ибо сделаны руками человеческими». Архиепископ возразил, «Я ничего не возражаю против того, что идолы язычников, не знающих Бога, суть идолы, так как они являются подобием тех, которые безбожно, во всяких сквернах провели жизнь, волхвы, чародеи, убийцы, любодеи, и все они от такой жизни погибли злой и смертью. На память о них некоторые сделали идолов, а последующий род, прещенный и ослепленный сатаною, обратил их в богов и кланяется им. Вы тоже делали, поклоняясь истуканам, приносили им в жертву сыновей и дочерей, проливали неповинную кровь, кровь ваших сыновей и дочерей, которых приносили в жертву ханаамским истуканам, которые суть идолы. А что мы теперь пишем изображения святых божьих, то это не идолы, а честные иконы. Мы написываем образ тех, которые знали Бога, веровали в Него, угодили Ему правдою, были мужами честными, святыми и возлюбленными Богом, и совершили Божией благодатью множество чудес. Они воскрешали мертвых, исцеляли больных, слепых, хромых, расслабленных, очищали прокаженных, изгоняли бесов. Кончина их была честна и память вечна и славна, ибо честна пред Господом смерть преподобных его и память праведного с похвалами, их память вечную в памяти будет праведник. Когда Ерван опять так злословил, что икона ничем не отличается от идолов, архиепископ сказал, «Твоя одежда, Ерван, и скиния, обе сделаны из шерсти и льнай, а равны ли они имеют силу? Твой жезл и жезл Аарона, прозябши, имеют ли одинаковую честь? Кувшин, который дома у тебя из тамна, сосуд, манную, равны ли они? Ящик, в котором ты кладешь потребное для тела и ковчег завета, равны ли имеют славу? Огонь и лей, которые ты возжигаешь в доме для освящения, сравнишь ли ты с золотым семисвечником? Дом, в котором живешь, и храм, построенный Соломоном, уподобишь ли один другому? Никоим образом, но несравненно больше почитаешь все это, потому что на тех пребывала иногда божественная благодать. Таким образом уразумеет то, что иное есть идол, образ скверного лица, низвержен в ад, и иное есть икона святого угодника Божия, от которой изливается нам божественная благодать Господня по молитвам на ней изображенного. Ирван говорил об ангелах, что они бесплотны, как написано, творят ангелами своими духов, и что тем не менее христиане не стыдя спишут их на иконах, придавая бесплотным духам плотское изображение. На это архиепископ отвечал, «Ты не знаешь, что говоришь, ибо мы от вас же самих научились писать ангелов». Ирван возразил, «Никогда у нас не было этого». Архиепископ спросил, «Ты изучил весь Ветхий Завет и не узнал этого?» Ирван возразил, «Клянусь Господом, что не знаю, чтобы когда-нибудь у нас были написаны почитаемые изображения ангелов». Архиепископ сказал на это, «Поистине, вы начали это дело, когда Соломон построил храм Богу, то не сделал ли над святилищем херувимов славы осеняющих алтарь, а также и над первыми дверями святилища, и над вторыми не поставил ли херувимов? Да и в скине, устроенной Моисеем, разве не было изображений херувимов над ковчегом Завета, а также и на завесах? Не вышиты ли были лица херувимов, и все эти изображения ангелов не были ли вместе со скинеей и храмом Чтим Ивамы? Если же вы, изобразившие бестелесные существа, почтили их, то затем укоряете нас, изображающих и почитающих лица тех святых, которые во плоти угодили Богу. Это и многое сему подобное говорилось в четвертый день прения, когда же наступил вечер, и царь с архиепископом встали со своих мест, то собрание разошлось в ожидании, что утром прение будет окончено, и, возможно, будет видеть торжество победителя. Евреи радовались за Ирвана, что он хорошо отвечал и давал вопрос архиепископу, и, ободряя его, говорили ему, «Ты хорошо подвизаешься, не бойся, но еще крепче стой, ибо мы видим, что Бог с тобою, не страшись с сердцем, так как видно, что царь вас обоих с удовольствием слушает». Ирван же отвечал к ним, «Братья, тот муж, как я вижу, много превосходит меня разумом и искусством говорить, и мне невозможно победить его, вы сами слышали, как все мои рассуждения, провергнув и посрамив, он сделал ничтожными». Утром же, очень рано, когда мудрейшие евреи вновь пришли к Ирвану, он сказал им, «Братья, по правде вам скажу, что я буду побежден архиепископом, потому что ночью в видении я увидел Моисея и Иисуса, о котором у нас был спор. Я видел их, как бы стоящих на кровле какого-то святилища и беседующих. Я видел Моисея, кланяющимся Иисусу и держащим свои руки пригнутыми к груди, как бы имея их связанными. И со страхом, предстоящим перед Иисусом, как перед своим Господом Богом, я изумился этому. И когда открылись уста мои, сказал, «Господине Моисей, хорошо ли то, что ты делаешь?» Он же, обратившись, остановил меня, говоря, «Перестань! Не грешу я, поклоняясь моему владыке, так как я не из подобных тебе и исповедую моего Творца и Господа. Зачем ты затрудняешь праведного архиепископа, противляясь истине? В наступающий же день ты будешь побежден им и поклонишься, как и я, Господу Иисусу Христу». Это я видел, братья, «А что значит, не знаю, однако я буду продолжать возражать архиепископу, настаивая на нашем законе до тех пор, пока сам Бог устроит так, как хочет». Многие, услышав это, усомнились и были в недоумении. Когда же настал день и устроился собор, явился царь с синклитом, архиепископ с клиром, и стеклось множество народа. Предстал и Ерван с помогавшими ему закону учителями и опять началось прение, как и в прежние дни. Один ученый, нотарий, это скорописец, архиепископа, которого он привел с собой из Александрии, будучи скорописцем, присутствовав там, записывал все речи, произносимые и архиепископом, и Ерваном. При помощи Святого Духа, действовавшего в устах архиепископа, сторона противных побеждалась, наша же о Господе препобеждала. Архиепископ во всех рассуждениях являлся победителем, а Ерван ослабевал, ослабевали помогавшие ему еврейские законоучители. Однако злоба ослепила их, ушами они плохо слышали, и глаза их закрыты были от истины. И нужно было, чтобы после слов Святителя последовала сила, вера и чуда, которая бы обличила ожесточенных злобою и устыдила бы неверие их, что действительно и случилось следующим образом. Когда Ерван в прении уже окончательно побеждался, то скричал, «Зачем мы теряем время в долгих рассуждениях? Я разрешу это прение. Если хочешь, архиепископ, чтобы я веровал в Иисуса, что он истинный Бог, покажи мне его живого, чтобы я видел его, говорил с ним, и тогда я признаю, что вы, христиане, одолели и победили нас». Когда Ерван сказал это, собрание евреев закричало, «Умоляем тебя, учитель, не прещайся, чтобы тебе не стать христианином, мужайся больше и крепись в истине. Ты же знаешь, что нет ничего более истинного, как единый Бог отцов наших». Ерван с гневом сказал им, «Что вы говорите пустое? Слышите, если он уверит меня, что тот, о котором предсказали пророки, существует, то чего же еще хотите ожидать?» Архиепископ, видя, что он говорит искренно, а не льстиво, сказал ему, «Ерван, великое ты вносишь искушение и выше сил твое прошение, потому что ты просишь не людей, но Бога. Однако для того, чтобы уверовал ты находящийся с тобою и чтобы утвердились сердца верующих, Бог силен и это сотворить. Только скажи окончательно, как ты желаешь, чтобы я уверил тебя?» Ерван отвечал, «Умоли твоего владыку, если он есть на небе, как ты говоришь, пусть сойдет сюда и явится мне, чтобы я беседовал с ним и клянусь Господом, что тот час уверую в него и крещусь». Когда Ерван произнес это, то все множество евреев закричало, «Действительно, архиепископ, докажи нам на деле истинность слов твоих, покажи нам твоего Христа, чтобы мы, не имея что отвечать со страхом, уверовали в Него». И все с криками пристали к святому Григорию, чтобы он показал им Христа осизательно, если он жив по своем распятии и смерти. Потом евреи стали говорить между собою, «Если архиепископ покажет нам Христа своего, то что нам делать? Горе нам, против желания мы должны будем сделать все христианами». Другие же говорили, «Если он покажет Христа, то почему не уверовать в Него?» Некоторые же так говорили, «Как возможно показать того, кто как убитый человек умер и столько лет прошло со дня его смерти? Где же найдется тело и дух его, когда все кости и жилы во гробе давно рассыпались?» Архиепископ, рассуждая о важности дела и видя их сильное настояние, «Всею душой своей положился на Господа и размышлял про себя, что если он не умолит владыку Христа об исполнении просьбы их, то тогда сильно восторжествует сторона противная, евреи явятся победителями, а христиане как бы побежденными, и будут враги насмехаться и поносить христиан». И с надеждой сказал еврейскому сонныщу, «Если пожелает Христос, то я буду иметь возможность показать его вам, но вы хорошо знаете, что если я вам покажу его, и вы не пожелаете уверовать в него, то тот час меч погубит всех вас. Если же я по недостоинству своему не возмогу показать вам Господа своего, то дальше поступайте по своей воле». Евреи, услыхав это, сделали печальными и вместе с тем радостными, печальными, потому что боялись, что если он им покажет Христа, то они должны будут против желания веровать в него, радостными же в надежде, что он не покажет Христа им, и тогда они свободно останутся в своей вере. Но приятны были слова архиепископа Ервану и с ним находящимся мудрейшим законоучителем. Они говорили между собою, «Невозможно, чтобы человек, убитый нашими отцами, умерший и запечатанный во гробе, украденный своими учениками, спустя пятьсот лет мог бы быть живым». Святой Григорий знает слова Господа, сказано в Евангелии, «Если будете иметь веру с зерно горчичное, и скажете, горея сей, перейди отсюда туда и перейдет, и не будет ничего для вас невозможного». И храня их в уме, имея при том непоколебимую веру в Бога и крепко уповая на Него, встал со своего места и отошел немного на более удобное для молитвы место. Царь же со всем народом изумлялся и делился такому великому дерзновению к Богу и вере архиепископа, что он осмеливается на такое страшное дело и со страхом ожидал, что произойдет. Святитель, отойдя немного от собрания, осенил себя крестным знамением и встал на молитву. Смиренно преклонив колено и весь устремившись к небу, он долго и громко молился во все услышание всех присутствовавших, вспоминая все тайны воплощения Бога Слова и всю жизнь Христа среди людей, начиная от Рождества довольных страданий, креста, смерти, тридненного воскресения и вознесения на небо. И, наконец, сказал, яви себя, владыка, живым, этим окаменелым и ослепленным злобой людям, яви ради твоего святого имени и пусть они глазами увидят твое животворное человечество, в которое ты облегся нас ради и с которым вознесся на небо, чтобы, увидевши тебя, они уверовали в тебя истинного Бога и в пославшего тебя Отца и Святого Духа. Когда он оканчивал молитву и все со вниманием смотрели на него, вдруг сделалось землетрясение и послышался гром страшный с востока, так, что поколебалась земля и все упали от страха. Когда все они, оправившись от страха, понемногу встали и подняли глаза к востоку, то увидели, что разверзлось небо и светлое облако с огненным пламенем и солнечными лучами спускалось оттуда на землю. Среди облака виден был муж прекраснейший всех сынов человеческих, Господь наш Иисус Христос, невыразимо сияющий лесом и светящий молниевидными одеждами. Особенным движением, ступая по облаку, он приближался к земле и стал вверху против архиепископа на облаке, привлекая глаза и сердца всех к себе своей красотою, которой язык высказать не может. От страха его славы, на которую смотреть невыносимо, как некогда на фаворе ученики, так пали все ниц на землю и царь с вельможами, и весь народ от мала до велика. Иудеи же, объяты великим трепетом, бросаясь туда и сюда, устремились сбежать, так как озарение божественного света опалило их, и слава Господа, видеть который они не могли, великим страхом охватило их. Но не могли они не бежать, не даже сдвинуться с места, потому что невидимая сила держала их. Архиепископ же, укрепленный свыше, громко возвал Кирвану, «Верван, вот тот, о ком ты много словесных сказаний слышал, смотри на него и уверуй, что един свят, един Господь Иисус Христос, слава Бога Отца, аминь». Кирван же помертвел и не мог ничего ответить. И слышен был глаз Господень, «Ради молитвы епископа исцеляет вас, распятый вашими отцами, услышав этот глаз, все еще более затрепетали и упали на землю, объятые ужасом. И как некогда Савл, попутив Дамаск, когда его обристал свет с неба и раздался голос свыше, упал на землю и с открытыми глазами ничего не видел. Так ослепли они, хотя глаза их были открыты, однако они ничего не видели, а только скорбели и горько рыдали. После совершившегося слышен был перед лицом Господним какой-то божественный шум, и светлое облако, бывшее под стопами Господа, скрыло его от глаз всех. Оно постепенно сгущалось со всех сторон вслед его, когда он поднимался выше до тех пор, пока божественная слава не исчезла в небе, и все видимо не скрылось от глаз. Царь и все христиане верзновенно долгое время вслед Господа вызывали «Господи, помилуй!» Честный же архиепископ лежал лицом на земле, со слезами вознося за людей моления Господу. После этого все собравшиеся на собор царь с синклитом и народ стали почитать архиепископа Григория с особенным уважением и благоговением, изумляя с его святостью и силой молитвы. Евреи же спрашивали друг друга «Ничего не вижу!» И все воскликнули к Иервану «Учитель, что нам делать?» Иерван отвечал «Одни ли вы ослепли, увидев Бога христианского или христиане также пострадали?» Христиане, слыша это, сказали «Мы благодатью Христа хорошо видим и наши глаза теперь здоровее, чем были. Вы же одни слепы за ваше неверие. Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся есть. Он уничтожил зрение ваше так, как вы, будучи недостойными, видели его». Тогда Иерван со всеми евреями стал умолять со слезами архиепископа, чтобы он исцелил их ослепленные глаза и преподал святое крещение. Архиепископ спросил их «Искренно ли они веруют в их Господа Иисуса Христа?» И все засвидетельствовали, что веруют с убеждением. Сейчас же архиепископ и бывшие с ними епископы и пресвитеры огласили их и приступили к совершению таинства крещения. Когда евреи ходили в святую купель, тот час с глаз их отпадала как бы некая чешуя, и все прозревали телесными духовными очами, сердцем веруя в правду, устами же своими, исповедуя Господа нашего Иисуса Христа во спасение. И все были крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа, начиная с Ярвана, у коего сам царь был восприемником от купели, и которому дано было в святом крещении имя Лев. Царь присоединил его к своему Синклиту, сделав его патрицием как человека умного и достойного чести. Ярван сильно раскаиваясь в своем первоначальном заблуждении и с ужасом изумлялся, непрестанно вспоминая в уме явление Господа. Как это говорил он? Жив Господь Иисус Христос, которого наши отцы распяли и погребли, и который, как мы думали, мертв. И со слезами восклицал Господи Иисусе Христе Сыне Бога Живого, прости мне, что я согрешил в твоем неведении. Святого же архиепископа Иерван почитал как ангела Божия и не желал разлучиться с ним. Так камеридская страна просветилась светом святой веры. По всем городам и селам были крещены не только иудеи, но и язычники. И была радость великая по всей стране. Вместе с людьми и ангелы радовались о таковом обращении и покаянии душ человеческих. И прославляем был Бог, желающий всем людям спасения. Потом святой архиепископ Григорий посоветовал царю, чтобы он повелел иудеям не жить вместе, но селиться с христианами, дабы они не устраивали тайных собраний и совещаний. Царь издал такой закон. Пусть никто из евреев не берет своей дочери мужа из еврейского рода, но чтобы брал в зитья из христиан и сын еврея, чтобы не брал невестку из еврейских дочерей, но чтобы искал христианскую. Если же кто осмелится нарушить закон, тот архиепископ сделал это для того, чтобы еврейский народ, смешавшись с христианами, через несколько лет совсем забыл древнюю ветхозаветнюю веру и обычаи. Везде была тишина, полное смирение и благочестие светилось повсюду. Царь с архиепископом усердно трудились перед Богом, совершая всеночные словословия владыке Христу, заботясь о спасении человеческих душ и управляя царством милостиво и правдиво. Благочестивый царь Авраамий, прожив в амирийской стране 30 лет, умер, извещенный о дне своей смерти святым Григорием и был счестью погребен в городе Афаре. Немного спустя после смерти царя святой отец наш Григорий, соблюдавшись свое стадо, утвердивший веру на основании апостолов и пророков и сотворив много знамений и чудес во славу Божию, кончил свою жизнь 19 декабря и счестью положен был в том же городе в усыпальнице Великой Церкви. Вся амирийская страна рыдала о нем, а всего более крещеные иудеи, потому что он был отцом добрым и милостивым, приятным для людей и угодным для Бога, перед которым святой Григорий и предстал в числе других святых иерархов, славя с ними отца и сына и святого Духа во веки Аминь. Богу нашему слава во веки веков Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...